Но тем не менее, когда у человека разум не зацементирован, а начинает идти вверх, всем становится страшно. Есть определенные зоны, которые толкают разум к движению вверх. И эти зоны — зоны страха жизни любого человека. И я могу вам перечислить эти зоны. Вот, допустим, если вы яблоки перестали есть, никто не заметит. А если вы мясо перестали есть, сразу все заметят. Это зона изменения сознания. Поэтому у людей в духовных традициях есть посты на мясо. Видите, с мясом очень сильно все связано в виде постов, лишений себя. Допустим, в многих монастырях вообще мясо не едят. Потому что это зона изменения сознания, и с ней надо работать для того, чтобы развиваться. Ну, не обязательно с этого начинать. Просто я говорю, что есть такая зона. Дальше вода. Допустим, вам приходят, приносят просто стакан воды попить. Так? Вы просто пьете, и все нормально. Но бывает так, что вам... Вы сталкивались с таким или нет? Вам воду приносят, вы начинаете пить и чувствуете, какая-то она необычная. Вы говорите, а что это такое? Вам говорят, а это освещенная вода. Вы говорите, нет, нет, я пить не буду. Потому что страшно. Потому что это уже не просто вода. Это волшебная вода. Может изменить всю твою жизнь. Это святая вода. Поэтому ей брызгают на человека в кранах. То есть это особая вода. И чтобы ее пить, нужно перешагнуть через себя. Нужно заставить себя это делать. Это непросто. Дальше. Пища. Просто обычная пища. Может быть простая, может быть освещенная. У меня одному знакомому принесла жена одно и то же блюдо. Две порции. Одна освещенная, другая простая. Она психолог такая по природе. Экспериментарь. Взяла, ему освятила одну пищу, не освятила вторую. Тут не освещенную съел. А это говорит, что-то мне не хочется есть. А это не стало. То есть люди боятся. Потому что это зона, в которой меняется судьба. Человеку страшно. Дальше. Духовные одежды. Если человек носит мини-юбки, вообще ничего не носит. Или еще что-то носит непонятное. Это не вызывает какого-то особого опасения. Но это просто мода. Но если человек носит духовные одежды, тогда все смотрят на него. Он уже необычный какой-то человек. Страшновато. С ним иметь дело. Ну то есть духовная одежда является такой зоной, меняющей жизнь, меняющей сознание. Дальше. Прическа. Как ни странно. Бывают обычные прически, бывают необычные. Когда у человека необычная прическа связана с верой, люди боятся этого человека. Потому что прическа, волосы связаны с умом человека, с мыслями. Есть разная, в зависимости от духовных традиций, ну или больше на голове волос, или меньше. Это и влияет именно на практику духовную, оказывается. Допустим, если человеку надо быть глубокомысленным, очень глубоким, думать, очень обдумывать все глубоко, тогда ему надо длинные волосы иметь. А когда человеку, наоборот, надо мысли отбросить ей, ну, какую-то другую практику иметь, не связанную с мышлением, тогда короткие волосы. Вот поэтому, как бы, всегда все это непонятно. И поэтому люди прическу часто подстраивают под духовную жизнь, и поэтому страшно как-то становится, что это у нее за прическа какая-то. И так далее. Есть зоны, в которых храм такой зоной является. Попробуйте зайти в храм. Не просто. Правда? Можно на экскурсию сходить, но как только там служба начинает, сразу же побежали. Потому что меняется жизнь, если человек там находится дальше. Теперь, допустим, вы постепенно пришли к какой-то духовной практике, к молитве, допустим, да? Но это не значит, что ваши родственники пришли. И вы садитесь, начинаете читать молитву громко. Жена говорит, ты чего? То есть представьте, насколько сильно это ее травмирует. Она получает психическую травму от этого. Понимаете? И может разрушиться семья даже от этого. Если вы начинаете какую-то практику духовную, но при этом ваши близкие ничего об этом не знают. Поэтому правило номер один. Если вы духовно развиваетесь, ваш близкий человек не развивается, притормаживайте. Вкладывайте больше сил в него. Не надо отдаляться. Потому что отдаление, особенно если вы принимаете какую-то веру, а близкий человек не принимает, то тогда дальше что происходит? Раскол во взглядах. Она говорит, он такой греховный, я не могу с ним жить. Если она, допустим, или он говорит, она греховная, я не могу с ней жить, если он принял веру. Поэтому не торопитесь. Двигайтесь всегда вместе с родственниками. Если ваше сознание меняется, их тоже должно меняться. Если не меняется, ждите. Вкладывайте в них больше сил. Не торопитесь. Не надо разрушать отношения в результате вашего развития. Это неправильный метод, неправильное мышление. Итак, возвращаемся к молитве. Если все нормально относятся, тогда громкая молитва сильнее пробивает судьбу, дает человеку силу. А тихая молитва дает ему любовь. Допустим, вы любить не можете жену, молитесь тихо. И в этой тишине чувства начинают, очень глубоко чувства, человек начинает все. А когда он громко читает молитву, он волю в себе вырабатывает, силу, мужество, способность побеждать. Но когда человек в уме молится, то это разум включает, это включает ум. Поэтому называется в уме молиться. То есть без звука, без шепота, просто в уме. Судьба не побеждается, потому что она находится в уме. Судьба находится в уме, и вы молитесь в уме. Где победа? Есть особые люди. Это люди особо одаренные. Которые способны помнить о Боге очень сильно, память включать очень о старших. И тогда, когда эта память, все сознание их как бы утверждает, они забывают про себя, такие люди способны молиться также в уме. Потому что в уме утверждается разум у такого человека. Такой человек становится мудрецом. Он способен контролировать свой ум в этом случае. А это очень высокий уровень развития человека вообще в целом. Понимаете? Когда ты не помнишь ничего, кроме молитвы, тогда ты можешь молиться в уме. А если тебе в память залазит что-то и вышибает твою молитву из ума, значит, тогда надо шепотом или вслух, или громко. Потому что знайте, что в звуке рождается разум, крепнет разум, становится сильным, победоносным и разрушает все оковы в жизни человека. Побеждает судьбу разум. Сто процентов вы будете подреть все больше и больше от того, что вы делаете, потому что запомните сон, это деятельность разума. Когда человек в разуме начинает действовать, то есть слушать и повторять, как они, он несомненно входит в состояние бодрости, потому что бодрость это будет нарастать. И потом вы почувствуете необыкновенную бодрость, кристальную ясность сознания. В таком состоянии вы будете побеждать свою судьбу. У вас будет очень сильная бодрость. Так, Олег Геннадьевич, ну, у меня в жизни всегда сильная, а здесь мне хорошо и спокойно. Я не против. У вас все получилось, я с вами согласен, у вас сильный разум, как бы вы просто приходите на лекции отдыхать. Это тоже нормально, это супер. Мне один парень написал, говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за ваши лекции. Я так хорошо засыпаю под ней, я раньше никогда не мог хорошо засыпать, я постоянно думал, 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 а тут включаю лекцию, супер, отлично. Спасибо вам большое. Спасибо вам, точно так же. За отзыв написал мне лекцию. Другой отзыв потом теперь, другой отзыв. Наставили на ведрадио у нас. Говорит, выключите свое ведрадио. Я не могу спать. Я постоянно слушаю и слушаю ваше ведрадио, не могу спать. Пока оно играет, мне интересно, что дальше будет, я не могу заснуть. Выключайте на ночь. Такой отзыв. Ну то есть у всех, видите, по-разному. Кто-то засыпает, а кто-то наоборот просыпается. Но идея заключается в том, что сейчас мы будем другими вещами заниматься. Мы будем сейчас включать разум, который побеждает судьбу. Отдых или медитация, это называется медитация, то, что вы делаете. Это тоже хорошо. Смотрите, есть медитация, есть молитва, это разные вещи. Медитация, это деятельность ума. Человек расслабляется, растворяется в чем-то. И он в это время чуть-чуть начинает медитировать, медитирует, такой. Чуть засыпает. Потому что, когда человек медитирует, разум не работает. А разум, когда не работает, что он делает? Спит. Он и все. Поэтому часто люди, когда в молитве, они перестают концентрироваться на звук. Когда концентрации на звук нет, разум сразу выключается. Когда разум выключается, память начинает включаться о себе. Человек начинает думать, 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 думать о чем-то. И потом разум совсем думает, что мне делать, раз он задумался. И разум такой, оп. И человек пошел, 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 пошел. То есть он начинает засыпать. Почему? Потому что он, разум не задействует. Разум можно задействовать только через сильное слушание. И в этом слушании является победа над судьбой. Живет победа над судьбой. Когда начинается победа над судьбой? Вот слушайте сейчас внимательно. Запомните, как это происходит. Когда вы повторяете молитву, или я желаю всем счастья, у нас такое, как бы, это не молитва, а просто экспериментальный такой способ. Мы как бы, как модель молитвы. Когда вы повторяете, очень внимательно слушайте. Сначала появляется вот эта опора. Я желаю всем счастья. У вас появляется сила внутри. И потом, в какой-то момент, неожиданно, вы начинаете чувствовать, что вот здесь что-то такое. Раз! И произошло внутри. Как будто бы вас ороштили счастьем. Как будто бы сердце раскрылось. Как будто бы что-то классное, хорошее стало. И в этот момент спецэффекты появляются. Человек открывает глаза. Аура над всеми там. Или у него в сердце хорошо. Ну, то есть, в это время человек сразу это счастье захватывает. И до свидания молитвы. Начинает это обсасывать, это счастье, которое появилось. И молитва уже до свидания. И потом, когда я человека спрашиваю, чем вы занимались во время молитвы. Говорит, Олег Геннадьевич, мне так хорошо было. Я говорю, классно, спасибо за молитву. Ну, то есть, он не молился, а просто обалдел в это время. Чуть-чуть счастья получил и до свидания. Больше не надо. Никакой победы над судьбой. Муж там не вернулся, Бог с ним. Чуть-чуть счастья получил и до свидания. Победа над судьбой. Почему? Потому что нам много не надо. Понимаете? Нам чуть-чуть достаточно. А если все-таки надо много, тогда открылось сердце. Знайте, что в этот момент надо из состояния слушания, те, кто молится, перейти в состояние слушания своего сердца. И в это время из сердца начинать извлекать свой звук, когда здесь счастье, и отдавать его алтарю или людям. Два варианта. Или людям отдаете, я желаю всем счастья. Или отдаете алтарю, я желаю всем счастья. И в это время кланите, вспоминайте свою святыню. Вот когда вы начнете этим заниматься, вот здесь счастье есть, вы его святыне отдаете или людям. То есть вот этот процесс обмена счастьем называется победой над судьбой. И в это время, когда вы вспомните на заднем, где-то сзади, не думая сильно об этом, вспомните о своей жизни, то вы увидите, что постепенно память о жизни становится спокойнее. И когда она совсем станет спокойной, это первый этап победы над судьбой. Потом память об отношениях начнет успокаиваться и станет совсем спокойной. А потом память о человеке, о личности, которая меня не понимает, и я ее не понимаю, станет спокойной. Это третий круг победы над судьбой. Но если вы привлечетесь очень сильно к тому, что вы вспомнили, в этот момент вы вылетаете из молитвы, как пробка из бутылки с газированной водой. Бич! И все. Поэтому вспоминайте свою судьбу аккуратнее. Не выходите из молитвы, будьте в молитве все время, и в своей судьбе. Понимаете? Как в этих сказках древних говорят, если пойдешь дорогой правильной, не оборачиваешься, обернешься, в камень превратишься. Понимаете? Это как раз об этом. То есть пошел человек в этой молитве, не вспоминай свою жизнь, туда не погружаясь слишком сильно, молитва закончится. Превратишься в камень. Застынешь. Какие-то вопросы есть? А вам нужно пожелать счастье? Или повторять слова молитвы? Это разные вещи? Это разные вещи. Я желаю всем счастья. Это скорее настрой, который тоже как молитва действует, но он при этом действует слабенько по сравнению с молитвой. Потому что этот настрой, знаете, в древней культуре были такие правила, в ведической, были такие правила, чтобы между людьми сохранить мир. Знаете, какой самый лучший способ сохранить мир? Допустим, внутри какой-то страны, там, допустим, или какое-то сообщество людей. Знаете, какой самый лучший способ сохранить мир? Это когда люди разных вер, разных традиций делают вместе что-то. Ясно, что они не могут вместе молиться, допустим, в какой-то одной из этих вер. Это получится несправедливо по отношению к другой. Понимаете? А когда ты молишься в каждой своей, то получается диссонанс. Тебе мешают те, кто молится в другой вере. Так? Поэтому в древней культуре придумали такой способ совместной деятельности, который объединяет людей и начинает между ними убирать границы. Потому что туда разные веры, там непонятно, что они там делают. Это трудно понять людей. Чтобы эти границы растворились и был мир, для этого существовали в древней культуре так называемые шаньки-мантры. Что такое шаньки? Шаньки слово переводится мир, а мантра означает молитва. Победа над умом. Мантра означает победа над умом переводится на русский язык. То есть молитва. Итак, что такое шаньки-мантры? Ну вот, допустим, одна из них. Сарвея баванту сути инага. Я желаю всем счастья переводится. Сарвея шанту нирама моя. Пускай в этом мире будет мир. Сарвея бадрами паши анту. Пускай удача пребудет у всех в жизни. На кашки, дух, кабак, повед. Пусть никто не страдает. Теперь у меня вопрос. А к какой вере принадлежат эти высказники? Ко всем. Вот поэтому они повторяются всеми легко. Потому что эти правила, они являются естественными для всех вер и культур. Поэтому на этих лекциях мы повторяем «Я желаю всем счастья». Это такая молитва, объединяющая людей, дающая в сердце мир. То есть вот представьте, мы разных традиций, вер, здесь сидим. И вместе все повторяем «Я желаю всем счастья». Это значит, что между нами нет противоречий. То есть мы как одно целое получаемся. Вот для этого нужна эта молитва. В интернет пишут «Олег Геннадьевич изобрел свою молитву». Это секта называется «Счастливики» или «Я желаю всем счастья». Ну то есть что-то придумают, сочиняют. Я это делаю чисто для обучения. Чтобы люди учились. Нам нужна какая-то модель. Мы просто создали эту модель, которая всем приятна. Мы должны, в конце концов, прежде чем начать духовную жизнь, должны научиться всем счастья желать. Иначе как ты можешь духовной практикой заниматься, если ты счастья другим не желаешь? Итак, я некоторые моменты открыл для вас. То есть как человек побеждает судьбу? Он входит сначала в это пространство разума, вот здесь сердце. Когда раскрытие происходит, в этот момент он входит в свою судьбу. Когда «Мне хорошо стало». В этот момент он соприкасаться с своей судьбой начинается. Потом у него появляется память о своей судьбе. Он начинает поменять события жизни. Надо не пускать их слишком глубоко. Продолжать. Беру счастье изнутри, отдаю. Беру, отдаю. И вот занимаюсь только этим. Чем я занимаюсь? Я наполняюсь счастьем и отдаю счастье. И в этом процессе сгорает судьба. Вот. И это означает, что сгорание судьбы всегда происходит в контакте с Богом. В древней культуре ведической Бог сравнивался с Солнцем. Не то, что Солнце – это Бог, а просто такой эпитет сравнения. Душа сравнивалась с искоркой, а Бог сравнивался с Солнцем. За Солнцем следом означает «за Богом следом». Если ты в молитве забыл про себя, начал думать о Боге, об алтаре, о святости, то ты тогда дорогою добра идешь. Потому что дорогою зла идут те, кто постоянно думает о себе и своих проблемах. Теперь, когда человек наполнился вот этой силой от Бога, он стал бескорыстным. И в это время он может дальше уже во втором круге жизни. Сначала он наполняется в древней, а теперь поется о второй круг жизни. Когда ты уже наполнил, делай добрые дела дальше. Наполняясь второй круг жизни, начинай побеждать судьбу Тану. Бескорыстным может быть только наполненный человек. Пустой не может быть бескорыстным. То есть, когда человек стал сильным в сердце, он может кому-то помогать. И это называется «дорога добра» тоже. А если человек слабый, как он поможет? Ему самому надо себе помогать сначала. Какие у вас вопросы дальше? Да, ваши вопросы? Правильно, но смотрите, само по себе желание означает деятельность ума. Это хорошо. Но если вы будете кланяться в уме, для начала это лучше. Потому что со временем вы научитесь так концентрироваться, что вы сможете кланяться и не выходить из активности разума. Но если вы покланитесь на начальном этапе, то вы забудете, что вы делали. Поэтому лучше кланяйтесь в уме просто. Это будет тот же самый поклон, только он будет для вас менее отвлекательным. Получается, после молитвы вы молитесь? Можно перед, перед, обычно перед. Люди кланяются сначала всем, а потом молятся за них, допустим. Молиться имейте в заднем плане в виду, да? Да, в заднем плане можно вспоминать не сразу, не сразу. А потом, когда у вас сердце открылось, когда вы счастье чувствуете, они сами вспомнятся. Не надо даже вспоминать. Они придут в вашу молитву, потому что им нужна ваша помощь. Нужна сила ваша. Все родственники к нам приходят во время молитвы, даже звонят. Все родственники звонят, когда? Когда человек спит, потому что он наслаждается в это время. Все звонят, близкие люди. Я тоже наслаждаться буду с ними. Звонят, когда человек ест. Ест, наслаждается, все звонят. И когда человек молится, все звонят. Поэтому, когда ты ешь, спишь и молишься, телефон надо ставить на космический режим. Все, я в космосе, меня нет. Но они придут обязательно в вашу память. Все хотят счастья. Субтитры создавал DimaTorzok